Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Николай Ухин смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это часть новшеств, которые вступят в силу в августе. Подробности в нашем дайджесте. И начнем с социальных выплат. В августе пенсии повысят. Речь идет не о стандартной индексации, это скорее корректировка. Так работающему пенсионеру добавят к ежемесячной выплате 3 пенсионных балла или при пересчете на денежные знаки около 314 рублей. В августе российские женщины-военнослужащие начнут получать увеличенные пособия по уходу за ребенком. Это касается тех, кто воспитывает детей в возрасте до полутора лет. Если раньше женщины-военнослужащие получали около 15 тысяч рублей, то теперь сумма ежемесячного пособия составит более 31 тысячи рублей. Зарегистрироваться в качестве самозанятого стало проще. Если раньше это можно было сделать только через сайт Федеральной налоговой службы или в приложении «Мой налог», то теперь процедуру можно пройти и на едином портале госуслуг. Отметим, понадобится электронная цифровая подпись, чтобы заверить заявление. К слову о Федеральной налоговой службе. Теперь инспекторы могут передавать информацию о налогоплательщике третьим лицам, но только если он сам дал на это согласие. Направить это согласие можно в налоговую в электронном виде. Возможности телемедицины расширяются. С 1 августа с ее помощью разрешено лечить алкоголиков и наркозависимых. Соответствующие изменения прописаны в приказе Минздрава Российской Федерации. Кроме того, устанавливая диагноз наркологического расстройства, теперь должны в течение 72 часов после прибытия пациента в больницу. Ранее же это занимало от 3 до 7 дней. С 1 августа автопроизводители обязаны устанавливать тревожную кнопку системы «Эроглоназ» в новеньких автомобилях. Кроме того, они будут должны дооснастить уже выпущенные машины модулями «Эроглоназ» до 1 февраля 2023 года. Правила действуют для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, за исключением автомобилей для перевозки опасных грузов и перевозки детей. С 25 августа закон уточнит основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Ранее отдельных понятий для гладкоствольного и нарезного оружия не было, поскольку условия получения для этих видов оружия разные. После их уточнения кто-то может лишиться права владеть огнестрелом. Получение гражданства и жилья по контракту соцнайма, поиск работы – это лишь часть вопросов, с которыми горожане обратились к заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину. Он провел личный прием в Норильске. Тему продолжит Надежда Балдакова. Особое внимание прокуратура сегодня уделяет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации после переезда из ДНР и ЛНР. Проблема в том, что у них нет российского гражданства, и это становится причиной трудностей в повседневной жизни. Тяжело найти как жилье, так и работу. Неудивительно, что львиная доля пришедших на прием – граждане Украины. Одна из них – мать-одиночка. Приехала в Норильск с двумя несовершеннолетними детьми. Сейчас живу на съемной квартире, так как здесь цены сейчас такие на аренду дорогие. Хотела попросить, предоставить мне жилье. Сот знаю, может быть, я не знаю, как правильно. Мы прокуратура Норильска поручили заняться этим вопросом. Есть разные виды найма – социальные, коммерческие наймы. В любом случае, это при наличии муниципального жилья, конечно, более дешевый вариант решения вопроса, чем аренда у участников. Самое главное – стать гражданином России. Несколько недель назад президент Владимир Путин подписал указ, дающий право всем жителям Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Что это значит? Гражданство предоставляется без требований наличия вида на жительство. Проживание в РФ в течение пяти лет, а также подтверждение наличия законного источника средств к существованию. Срок рассмотрения документов в этом случае составляет не более полугода. За обеспечением прав и свобод человека следует и социальная адаптация граждан. Наша задача – это социальная адаптация этих людей. То есть те, у кого не получилось поменять права, например, с украинских на российские, это сделать для того, чтобы они имели возможность уже управлять техникой, получить работу здесь, на территории Норильска. Те ребята, девушки, взрослые люди, которые хотят здесь работать, конечно, должны получить и социальное жилье, и помощь определенную. Отметим, если вам нужна помощь прокуратуры, вы можете записаться на прием по телефону, который сейчас на ваших экранах. Надежда Балдакова, Никита Левенец, Норильские новости. Старая мебель, мусор и горы металлолома – это все десятилетиями покоилось на дне озера Городское. Однако ситуацию исправили. На этих выходных там прошел субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации, агентства развития Норильска, городских организаций, а также депутаты. Цель большой уборки – превратить территорию озера в популярное место отдыха горожан. Каковы результаты субботника и какая работа еще впереди, расскажем далее. Дать бой мусору собрались 130 человек. Энтузиасты очищали берег, мелководье, отдельные глубокие участки. Для сбора хлама на глубине привлекли дайверов. Помогала и тяжелая техника – три погрузчика, два небольших трактора, джипы с лебедками, грузовики. Всего более чем за четыре часа слаженной работы удалось достать множество автомобильных шин и бочек, самокат, кроватку, велосипед и даже учебную противотанковую мину без взрывателя. На глубине лежит все самое интересное. Это диваны, стулья, бочки, тросы, подъездные перила, коляски, чемоданы и так далее. Поэтому сложность еще заключается в том, что очень быстро поднимается ил. Видимость абсолютно наливая, то есть приходится на общих. Кажется, что вроде есть возможность поднырнуть, ныряешь, а в тебя уже врезается арматура или какой-то металлический предмет. Поэтому работа такая опасная, но сделаем. Завидев, как трудятся участники субботника, мимо проходившие горожане решили присоединиться. Видели мероприятие, решили посмотреть, что сегодня будет происходить. Ну и как бы не остались в стороне и решили помочь благоустройству городу, городу Норильск. Какие работы сделали, что уже достали, почистили, чем занимались? Достали колесо, пару бочек железных. Как-то так. Озеро Городское – важнейший объект в городской экологической картине. После уборки его продолжат исследовать ученые. У нас достаточно много компонентов, которые мы исследуем, как физические, так и химические показатели. Исследования уже лабораторные мы переходим традиционно уже осенью, после того, как заканчиваем летние полевые работы. Отметим, субботник на озере – лишь одно из многих экологических мероприятий в Норильске. Этот год можно назвать годом начала генеральной уборки Норильска. Помимо того, что у нас действуют важные проекты – это «Чистая Арктика», «Чистый Норильск», которые должны обеспечить кардинальную чистоту всех несанкционированных свалок и город очистится. Несмотря ни на что, вы пришли для того, чтобы наш город был более красивее, интереснее, и чтобы жителям нашего города комфортно было отдыхать, и детям, которые учатся рядом со школьным озером, также можно было заниматься спортом и использовать площадки для того, чтобы настроение было отличным. Отметим, субботник на озере – лишь одно из многих экологических мероприятий в Норильске. В будущем территорию городского озера планируют озеленить, организовать прогулочную и игровую зоны, поставить понтонные причалы. Установят павильон для хранения снаряжения сапсерферов и дайверов. Для реализации этого проекта Агентство развития Норильска совместно с городской администрацией уже выбирает архитекторов и проектировщиков. Работы на озере продолжатся и зимой, а стать новой точкой притяжения эта территория сможет, возможно, уже следующим летом. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Норильские новости. Норильские школы готовятся к новому учебному году. Так стартовала приемка общеобразовательных учреждений. Специальная межведомственная комиссия начала проверку с первой и пятой гимназий. Готовы ли школы к первому сентября в следующем сюжете? Одной из школ, которую проверили в числе первых, стала пятая гимназия. Уже 1 сентября там соберутся около сотни первоклашек. Чтобы проверить, все ли готово, учреждение посетил председатель Норильского гурсовета Александр Пестряков. В свое время он взял школу на личный контроль. В первую очередь, конечно, это система безопасности. То есть это, чтобы работали запасные выходы, чтобы работала система оповещения, чтобы были понятны и легко читались информационные стренды не только для детей, но и для учителей. Поэтому безопасность в первую очередь. Ну и, безусловно, с учетом нашего климата, это система тепловодоснабжения, электростабжения. В безопасности детей, как пожарной, так и антитеррористической, уделяется особое внимание. В ходе приемки комиссия осматривает все. Эвакуационные выходы, кабинеты, столовые, актовые и спортивные залы. Не забывает и про ремонты. Летом школы проделали большую работу. За летний период был проведен достаточно большой объем ремонтных работ. В этом принимали участие как непосредственно сами образовательные учреждения, то есть силами персонала образовательных учреждений, самими учащимися, членами трудовых отрядов школьников. Они тоже принимали участие в ремонтных работах. Это уборка помещений, окраска на свежем воздухе и так далее. На ремонтные работы в школах из муниципальной казны было выделено почти 165 миллионов рублей. Всего провели ремонт в 20 общеобразовательных и 22 дошкольных учреждениях, а также в двух учреждениях дополнительного образования. В шести школах заменили систему пожарной сигнализации на сумму более 60 миллионов рублей. Также к новому учебному году приобрели новую мебель и оборудование. Отметим, приемка продлится до 12 августа. За это время проверку должны пройти все 36 школ Норильска. Артем Тютюников, Николай Ухин, Евгений Журнов. Норильские новости. На минувших выходных Россия отметила День военно-морского флота. Праздник был установлен более 80 лет назад благодаря советскому флотоводцу Николаю Кузнецову. С тех пор моряков чествуют в конце июля. В Норильске помимо праздничных гуляний на стадионе «Заполярник» прошла и церемония награждения на Аллее Славы возле памятника, посвященному российскому ВМФ. Для норильчан это особое место. На нашей территории регулярно проходят учения Северного морского флота, а в городе немало тех, кто когда-то нес флотскую службу. Горожан наградили грамотами и медалями, а павших героев почтили минутой молчания и трехкратным залпом. Оставаясь в запасе, вы всегда остаетесь в строю. Вы чтите и уважаете традиции дедов и отцов. Вы активно участвуете в общественной жизни нашего города, развиваете ветеранское движение, воспитываете молодое поколение. Я сегодня хочу поздравить всех присутствующих. С днем военно-морского флота! И к этому моменту у нас все. Следите за новостями на нашем телеграм-канале и на сайте Норильск.тв. В студии был Николай Ухин. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова